Не боятся только дураки, умные обследуются. Гематологическая служба региона в этом году отмечает 55 лет. К этой дате, а также к 220-летию со дня основания Ульяновской областной клинической больницы, провели научно-практическую конференцию, где московские ученые и ульяновские специалисты обсудили изменения в подходе лечения онкологических больных. Медицина и онкология, в частности, переживает сейчас особый этап развития. Новые препараты и методы лечения появляются практически ежегодно. Столица традиционно имеет больше возможностей, а значит и больше опыта, которым делится с региональными коллегами. Однако, как говорят московские специалисты, в субъектах онкогематологическая служба также находится на очень высоком уровне. Это абсолютно не факт, что в Москве все всегда лучше. Во-вторых, сейчас, как вы знаете, выделено огромное средство на онкологическую программу. Гематология с небольшим опозданием, но также присоединяется к ней. И речь идет еще сейчас о том, что, по всей вероятности, будет еще дополнительно увеличено финансирование медицины, что, конечно же, расширит возможности и доступ пациентов онкологических к самым современным методам лечения. Также в регионах разрабатываются новые формы взаимодействия врачей и пациентов. Не первый год в Ульяновской области, например, в составе поездов здоровья, онкологи выезжают в райцентры и отдаленные селы для первичного осмотра населения и выявления опухолей на родних стадиях, что значительно облегчает лечение. За год через гематологическое отделение областной больницы проходит около тысячи человек. В этом году служба отметила 55-летие работы в регионе. Заболевания крови, в том числе и онкологические, помолодели. Однако прогнозы стали более благоприятными. Современные препараты, особенно таргетные, которые направлены на точечное лечение конкретной болезни, позволяют этим пациентам жить дольше и качественнее, что на сегодняшний день очень важно. Раком крови болеют всего 10% всех онкобольных. Но принципы именно гематологии распространились по всему направлению. По самому драматичному, в хорошем смысле слова, образом изменилась выживаемость пациентов онкогематологических. Например, пациенты с множественной меломой – это 10% от всей гематологии, каждый сотый больной с онкологическим заболеванием. Продолжительных из жизни за последние 15 лет увеличилось, в среднем продолжительные из жизни с 3 до 10 лет, практически в 3 раза. В первую очередь, благодаря не столько интенсификации терапии, которая уже применялась 15-20 лет назад, сколько внедрению новых таргетных препаратов с минимальным воздействием на окружающие ткани. И все же первым шагом к выздоровлению по-прежнему является своевременная диагностика. Если человек чувствует себя плохо, есть слабость, температура, боль в животе или костях, необходимо обращаться к терапевту, который выстроит план обследования. Так пациент сможет получить необходимую помощь профильных специалистов. Елена Тимонина, Наталья Степанова, Дамир Губеев, Вести, Ульяновск.